Среди холмов Любила Бога госпожа, жизнь прожила ему служа. И это все в округе знали, ее характер уважали. У госпожи той слуги были, что верно, преданно служили, старательно трудились вместе, следя за всем, что есть в поместье. Сообразительная Велта вела финансы и бюджеты. Она старалась экономить, копилку вовремя пополнить. Она деньгам-то цену знала и потому не растачала. Все тонкости приготовлений, тортов и пирогов, печеней, секретами кулинарии владеет Илга-повариха. Она готовит так искусно, ее любое блюдо вкусно. Вот Янис, парень очень добрый, все время вежливый садовник. Следит за парком и за садом, его просить помочь не надо. По окончанию работы он сам несет на кухню воду. Хоть Илга с Велтой уважали садовника, но вечерком любили сплетничать тайком и простофилий обзывали. Золотая осень миновала, И белоснежным покрывалом зима укутала поля, В снегу покоится земля. Теперь, бывало, вечерами хозяйка Библию читала, О боге, чудесах, о вере для Илги Яниса и Велты. И Янис в сердце трепетал, и Библию иметь мечтал. Вот накануне Рождества всех госпожа их собрала, Богатый стол для них накрыла, подарки выбрать предложила. Друзья, для каждого из вас готова Библия сейчас. Она в красивом переплете, обшита кожей, в позолоте. Но думаю, что знает каждый, что внешнее не так уж важно. Лишь внутренняя красота важна для Господа Христа. Ну ладно, выбор перед вами. Вот три конвертика с деньгами. В конверте каждом сотня лад. Или вот три Библии лежат. Бог всем дал право выбирать. Пойду, не буду вам мешать. Очнулась первая экономка, и вот застрекотала звонко. А повариха ей внимает и ту же песню подпевает. И мчится женщин болтовня, быстрее пламени огня. Все на пути воспламеняя и много бедствий причиняя. Какие илга наши годы, как раз побегать бы за моды. И что плохого в том, когда полна я сил и молода. Зачем нам Библия сейчас? Ведь много времени у нас. А чтобы одеться, нарядиться, нам деньги могут пригодиться. Ну а когда состарюсь я, найдет бессонница меня. То буду Библию читать, чтобы потом покрепче спать. А денежки нужны сейчас. Живем-то мы один лишь раз. Я вел-то тоже так считаю. Ведь я давно уже мечтаю купить то платье. Прям с витрины, чтобы вернулись все мужчины. Ой, ну и женщины, когда пройду стройна и молода. Слова стула от мне сердце греют. От них я прямо-таки умлею. Как в церковь мы с тобой пойдем? Ну, в воскресенье. То зайдем в тот магазинчик за углом. Конечно, денежки берем. Тут оба длинных языка вдруг вспомнили про паренька. Нам очень интересно знать, а ты себе что будешь брать? Ну, хоть и деньги не пустяк, их заработаю и так. О Библии давно мечтаю. Так вот, ее я выбираю. Расстался возглас двух девиц. Что ты сказал? Не может быть. Тут Велта вновь заговорила. Ты, парень, просто простофиля. Ты посмотри, во что оделся. С утра хоть в зеркало гляделся? Вспылила Илга, говоря. Не зря садовник он, не зря. Тобою лишь ворон пугать. И дальше парка не пускать. Духовный, понимаешь он, Не больно много ты умен. Ни брюк приличных, Ни рубашки. В твои дырявые кармашки Как раз бы... Дверь тут распахнулась, Обратно госпожа вернулась. Ну что, друзья, Ваш выбор сделан. Берите свой подарок смело. Не будем, Велта, долго ждать, Что выбрала. То можешь взять. Куда ж девались сталь и холод? Какой вдруг стал приятный голос? Растаявшая экономка Сказала мягко и негромко. Ну, разумеется, Что я бы, конечно, Библию взяла бы. Ее ведь каждый должен знать И обязательно читать. И нет, конечно, Оправдания стихов божественных, Незнания. Но, понимаете, Увы, дела и планы таковы, Хоть далека я от нужды, Но деньги мне сейчас нужны. Ценю я Библию, поверьте, Но можно я возьму конвертик? Подарок твой И выбор твой Его не сделает другой И что ценнее для тебя, То и бери В том часть твоя. А ты что выбираешь, Илга? Ну, Библия такая книга, Которая мне так нужна, И для меня она важна, И я от вас скрывать не стану, Что мне она не по карману, Но... Начал голосок дрожать. Могу я все же деньги взять? И нотка разочарования В ответе госпожи звучала. Подарок твой И выбор твой Его не сделает другой Господь заботлив, Знает он Желания сердца твоего Так пусть сбываются мечты Бери же то, что хочешь ты Какая радость удивить Не скрыть восторг Сиянье лиц Бегут, конвертики прижав, А в тех конвертиках лежат Заколки, блузки, туфельки, Крема, французские духи Там юбки новые и платья Там аромат мечты и счастья И сердце сладко замирает Ведь магазины ожидают Ну, Янис, время подошло Девицам стало вдруг смешно И вот они, давай, шептаться Дразнить, хихикать, насмехаться Да, нелегко, но как прекрасно Свободным быть от мнений разных Духовный часто одинок И от плотских людей далек Лицо немного покраснело Но говорит наш Янис смело Благодарю вас, госпожа Что я в руках могу держать Мою давнишнюю мечту Ее я с радостью прочту Хранить я буду и беречь Как рад я Библию иметь Подарок твой и выбор твой Его не сделает другой С тобою радуюсь и я Что это Библия твоя Вот Янис Библию открыл И как же изумлен он был Когда из Библии страниц Посыпались вдруг деньги вниз Банкноты в сотню лад кружа И он воскликнул Госпожа, а забыли деньги вы Смотрите, скорее обратно Их возьмите Недоумение и испуг Конверты выпали из рук У Илги с Велтой Не пойму Неужто это все ему Не может быть Нет, Янис, деньги все твои Есть в каждой Библии они Чтоб тот, кто книгу выбирал Тысячу лад с ней получал Хочу, друзья, я вам сказать Что если Богу жизнь отдать Все ваши нужды Он любя Возьмёт все цело на себя И кто пойдёт его путём Он позаботится о нём Своей жертвой дар безмерный Дарует тем, кто будет верным Не красота и не богатство С его подарком не сравняться И если ты его любя Решишь отречься от себя Он победить поможет грех Ведь умер он один за всех И он воскрес, чтоб снова жить Кто будет верить и любить В том зло он сможет победить Чтоб в вечном царстве вместе быть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok